Девушки отдыхают Улыбаемся Поменяйтесь местами Улыбочку Может хватит? Не переживай, это не опасно Давайте у нас еще разочек с сыном Ну вот Все как договорились Переодевайтесь Он сейчас На четвертом этаже А зато 470 На этом входе Переведет камера, точно нет? Точно, гарантию даю Извините, Павел Александрович Из банка опять Ну иду я уже, иду Да Замечательно Да, здравствуйте Да, почему они не поступили? Прошу вас Мы им выписали счет Три дня назад И что? Хорошо, я буду ждать Все приготовьтесь Мы скоро выходим Ну только решите, пожалуйста Это побыстрее Хорошо, тогда я передаю трубочку референту Приезжайте с ним Спасибо Алло, да? Ну все, я пошел Отсовожность позвоню Лифт на 4 этаж Давайте Лифт на 4 этаж, давайте Ничего не нужно Ну я побежал Подгоняйте машину Конечно, хорошо А я ему передаю Да Я договорюсь Отлично Давай Слушаю Конечно Я с вам говорил Ну все Бывает, конечно Спасибо На бал Вы целы? Вроде бы Вроде бы Все в полную таренку Свой пациент Поэтому я думаю Что Ну с максимумом Ну здравствуй Здравствуй, герой Здравствуй, Роман Александрович Фарсиш В принципе, можно уже без нее Но врач сказал еще пару дней Походить с палочкой Заказчиков нашли? Да следователи роют Но пока глухо Те двое, которых ты положил Как ты понимаешь Уже ничего не скажут Короче говоря, висек Короче говоря, висек Угу Ну, бегать Как прежде Ты пока не сможешь Но работа для тебя Тем не менее не найдется Это радость Тут один объект Намечается Я подумал, что для тебя Это будет все на раз Все спокойно Никакой суеты Поместье за городом Ну, в общем Считай, что санаторий Кого охранять? Генеральскую вдову Круто Когда приступать? Завтра, Толь, завтра Хозяин поместья, в которое мы едем Лисицын Станислав Георгиевич Основной бизнес Строительный А что, еще есть и не основной? Есть Недвижимость Лисицын Хозяин очень доходных Московских объектов Особнячки в центре города Ну, еще Риэлторская контора Заброшенная фабрика Которую он сдает киношникам В аренду под павильоны Толь, ты можешь не щелкать? Извините Лет шесть назад Он купил в этих местах Заброшенный особняк Отреставрировал его И поселил в нем родителей Отец генерала Лисицын Умер примерно Через полгода После того, как они Поселились в этом доме Толя, я просил тебя не щелкать Я больше не буду Но сейчас там живет Мать Лисицына И ее двоюродный брат Михаил За вход Денщик и компаньон В одном лице А зачем вам Телохранитель-то понадобился? Место глухое Как объяснил Лисицын Мать и родственник Люди уже не молодые И, мягко говоря Беспокоиться Обычное дело Солидный домишко Да уж Только что-то не видно никого Будем надеяться Что нас здесь все-таки ждут Здравствуйте Я Хамза Роман Александрович Мы из охранного агентства Барбакан Здесь никого не надо охранять В этом нет необходимости Уезжайте Да, будем разбираться О таком приеме Лисицын не предупреждал Лисицын не предупреждал Продолжение следует... Ой, привет! Привет! Все, пока! Алеша, ты куда? Да не волнуйся, скоро приеду! Осторожней! Осторожней на дороге! Хорошо! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Урод! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот и Станислав Георгиевич Лисицын пожаловали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как тебе его охрана? Показуха. Толку ноль. Сидел бы я в лесу, пальнул оттуда. Их клиент в гробу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Верно. Молодец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, здравствуйте еще раз, Станислав Георгиевич. Ну, и что у нас за проблемы, Роман Александрович? Вот родственник ваш от охраны отказывается. Родственник отказывается. А это что, сейчас модно, чтобы телохранитель был с тростью? Нет, это производственная травма. Значит, вы плохой работник. Технику безопасности не соблюдаете, раз травмы на работе получаете. Дело в том, что у нас очень травмоопасная работа. Можно сказать, это штатный случай. Ничего серьезного. Пару дней с палкой походит. Просто его лечащий врач подстраховывается. Ты как нам быть с вашим родственником, а, Станислав Георгиевич? Дом будем штурмом брать? Ну, зачем штурмом? Исключительно силы убеждения, Роман Александрович. Только силы убеждения. Подождите меня здесь. Хорошо. Да. Стас, я не хочу, чтобы в доме были посторонние. Я же говорила тебе. Мам, мамочка, я к тебе сейчас поднимусь, и мы обо всем поговорим. Я не собираюсь ни о чем разговаривать. Мам, из посторонних в доме будет один и единственный человек. Вы с Михаилом живете одни. Вокруг лес. Мы с Михаилом не нуждаемся в защите. Мам, я к тебе сейчас поднимусь, и мы все обсудим. У меня, если честно, на господина Лисицына обширные меркантильные планы. Хороший клиент, у него много объектов. Везде нужна охрана. Если удастся взять его на обслуживание, то это будет очень даже выгодно. Так что, Анатолий, большая на тебя ответственность. Благосостояние родного охранного агента. Рад стараться, господин бизнесмен. Я обо всем договорился. Вы остаетесь. Вы уж извините, сами понимаете, старые люди. Капризы, причуды. Побаивайся за них. Мало ли что может случиться. А что, собственно, может случиться? Пошаливать тут стали. У меня приятель в десяти километрах отсюда живет. Так вот, в его дом залезли. А посторонние бывают здесь? Нет. Священник иногда приезжает. Мать последний год стала очень набожная. А больше никого. Я так понимаю, мы все обсудили? Можете ехать. Станислав Георгиевич, можно вас на пару слов? Я пройдусь. Да, я вас слушаю. Можете ехать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Интересно. Шеф твой уехал. Что-то срочное. Как прогулка? У дома были посторонние. Причем совсем недавно. Судя по дате, она выпущена две недели назад. За домом Лешка. Лешка – это специально обустроенное место для проведения слежки. Или стрельбы. Мало ли. Может, пикник. Там нет ни окурков, ни бумажек. Никакого другого мусора. Зато я там нашел вот это. Это что? Это заглушка для оптики, чтобы не поцарапать линзу. Это либо бинокль, либо оптический прицел. Молодец. Это бинокль. Не здесь. Пройдемся. Это мои люди. Я уверил им за домом. Присмотрите. Чего-то опасались? Что-то непонятное происходит. Но оно не вокруг. Оно в доме. Знаешь, как моя матушка противилась? У них там тайна. Одна на двоих с Михаилом. Меня не близко не подпускают. Помоги. Здесь номер мобильного. Звони в любое время. Угу. Звони в любом. Звони в любом. Нина, Алёша, нужно срочно уезжать из Тарусы. Куда? Пока увезу его к себе, а там посмотрим. Я не поеду. Нина, Алёша в опасности. Да может в этом Уайзике просто пьяный был. Машина два часа простояла, люди видели, он подкарауливал тебя. А я не боюсь. Мам, ну не волнуйся, к тому же у меня скоро день рождения. И я хочу отметить его у себя дома. Нина, я твоего сына крестил, а отпевать его упаси Господи. Алёша, собирай вещи, сынок. Здесь жить будешь. По дому шастать запрещено. Простите, что запрещено? Шастать, бродить, разгуливать. Так же запрещено попадаться на глаза Натальи Андреевне. Но я её телохранитель. Она не нуждается в телохранителях. Простите, а где в таком случае можно шастать, бродить и разгуливать? На первом этаже и вне дома. Там ты волен в своих передвижениях. Ну, слава Богу. Верующий? Крещен. Молиться тебе надо. Много и усердно. Всем надо. А тебе более других. Ты убивал. Такое не спрячешь. Захочешь, а не спрячешь. По глазам всё видно. А может быть вы ещё и по ладошке гадаете? Кухня на первом этаже. В холодильнике можно брать любые продукты. Готовить будешь сам. Одну секундочку. Значит, нужен Наталья Андреевна телохранитель или не нужен? А также пути своего следования по этому дому я буду обсуждать и утверждать непосредственно со Станиславом Георгиевичем. И только. И ещё. Мне необходим план дома. Субтитры подогнал «Симон» Молодой человек. Что вы здесь делаете? Работаю. Вам запрещено подниматься на второй этаж. Наталья Андреевна, я нанят вашим сыном и мне необходимо... Вы меня не поняли. Немедленно спускайтесь вниз. Кто этот человек в комнате? Мне сказали, что в доме только вы. Вы и Михаил. Вон. Вызываемый вами абонент временно недоступен. Попробуйте позвонить позже. Попробуйте позвонить позже. Так что насчет плана дома? Нет никакого плана. А где, вы говорите, комната Натальи Андреевны? Так это же ее дом. Где хочет, там живет. А еще? В доме люди есть? Нет. Странно. Очень странно. Я видел человека в комнате на втором этаже. Да нет здесь никакого человека. Но я же видел. Показалось. А-а-а. Скажите, а еще жилье здесь поблизости есть? На десять верст никого нет. Но люди же здесь бывают? Какие люди? Посторонние. Вот ты, посторонний. Ну, а кроме меня? Никого здесь не бывает. Ни охотников, ни грибников. Никого здесь нет. Никого здесь нет. Ни своих. Ни посторонних. Но это мы еще выясним, господин управляющий. Ха-а-а-а. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добрый день Ну, храни тебя Бог Здравствуй, проходи Субтитры сделал DimaTorzok 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 И что он тебе сказал? Да ничего не сказал. Вышла ваша матушка. Она отказалась с вами разговаривать и выгнала меня. А сегодня ночью я его видел еще раз. На улице. Неужели? Да. И это был точно он? Ну, да. Он сначала стоял довольно далеко от окна, а потом подошел почти вплотную. Подошел? А что вас так удивляет? Пойдем-ка со мной. Здесь ты видел старика? Да. Здравствуй, папа. Папа, вот этот человек утверждает, что видел тебя вчера ночью на улице. Ты проходи, проходи, не стесняйся. Знакомься. Генералу Лисицыну. Это восковая фигура. После смерти отца мать таким образом решила увековечить его память. Ты по-прежнему будешь утверждать, что видел его вчера ночью на улице? Человек на улице был очень похож на эту фигуру. Не просто похож. У него было точно такое же лицо. Ну, и где след? Да был след. Нечеткий, но был. Снег выпал. Снег. Ты вроде серьезный человек. В охране служишь. Пистолет у тебя есть. У тебя есть пистолет? Есть. Естественно, не газовый. Естественно. Вот видишь? Из всего этого я делаю вывод, что ты не псих. Иначе оружие бы тебе не доверили. И вот ты вроде нормальный парень. Рассказываешь мне сейчас про призраков. Я вообще не знаю, как мне ко всему этому относиться. Да это не призрак был. Это был живой человек. Я его видел, как вас сейчас. Моего отца уже семь лет, как нет в живых. А во внезапное воскрешение я не верю. Ладно, будем разбираться, кого ты видел этой ночью. Вот выпей чаю. Травяной чай. Полезен для твоей ноги будет. Спасибо. Вечером мазь принесу. Хорошая мазь. Рана быстрее затянется. Рана быстрее затянется. КОНЕЦ Продолжение следует... Продолжение следует... Чаёк-то волшебный... Садись, пообидуй с нами... У нас по-простому, не стесняйся... Спасибо огромное за чай. Боль как рукой сняла. Я даже палочку в комнате оставил. Я бы что Михаил и решил. Пришли людей, они осмотрят всё. Скажут, где фонари поставить, сколько. Где видеокамеры. А зачем нам какие-то камеры, кино? Для спокойствия, мама. Мы никого не боимся? Для моего спокойствия. А то у вас тут происходит всякое. А я не в курсе. Вы же со мной не делитесь? Чем мы не делимся? Кто здесь есть? Где? В доме. Я не понимаю, о чём ты говоришь. Сюда приходит человек. Кто? Кто? Я же говорил, вы не делитесь. А я всё равно в курсе. Ну, начнём с того, что это мужчина. Он вчера вечером шлялся под окнами дома. Поздно вечером, можно сказать, ночью. А вы случайно не видели? Нет? Нет? А вот он видел. Вы видели здесь посторонних? Почему мне ничего об этом не известно? Я видел посторонних? Простите, я никого здесь не видел. Ты мне сам говорил, что здесь кто-то был. Следы показывал. Я вам говорил? Чудить надумал, да? Простите, я действительно не понимаю, о чём вы. Ты позвонил ночью, сказал, что видел постороннего у дома. А утром всё подтвердил. Я первый раз слышу это от вас. Что это? Это заглушка от оптики. Чтобы не поцарапать линзу. Либо от бинокля, либо от оптического прицела. А откуда она у меня? А я не знаю. Свободен. Свободен. Свободен, я сказал. Свободен, я сказал. Пшёл вон отсюда! Стас! Успокойтесь, прошу вас. Пшёл вон, я сказал! Стас! Простите. 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 Стрёг. Бред какой-то. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Прошу вас. Здравствуйте. Здравствуйте. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Продолжение следует... Ну вот, 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 попробуй это... Наталья Андреевна, у вас все в порядке? В порядке, в порядке, у меня все в порядке! Кто этот человек? Я же сказала вам, что у меня все в порядке. Ступайте, ступайте к себе! Хорошо, извините. СТУК В ДВЕРЬ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Его в доме нет. Закрой дверь и проходи. Роман Александрович, может, вы мне объясните, что происходит? Садись. Я принял решение эвакуировать тебя с объекта. Причину моей эвакуации я могу узнать? А, видишь ли, когда сегодня ночью ты мне звонил? Звонил? Ну да. Я. А ты, ты что, этого не помнишь? Роман Александрович, я... Я не мог вам звонить. Ну вот, держи мои выходящие звонки. Посмотри. Ты позвонил мне и сказал, что видел в доме генерала Лисицына, который ужинал со своей вдовой. ПЕСНЯ Я никого не видел. Никакого генерала Лисицына. Я не мог его видеть по двум причинам. Во-первых, я спал, а во-вторых, он шесть лет как мертв. Толя, 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 не нервись. А что мне делать? Толя, сядь. Сядь, сядь, сядь. Ну, давай посмотрим, что у нас получается. Давайте посмотрим, давайте. Ты звонишь мне ночью и не помнишь этого. Ты говоришь Лисицыну, что видел его мертвого отца, а потом отрицаешь это. Ты тоже самое говоришь мне по телефону ночью, теперь отказываешься от своих слов. То есть вы хотите сказать, что у меня проблемы с психическим здоровьем? У меня к тебе, Анатолий, вот какое предложение. Я даю тебе внеочередной оплачиваемый отпуск. Роман Александрович. Ну, Толь, год был непростой, тебе нужно отдохнуть. Угу. Суть моего предложения заключается в следующем. У меня в Истри живет мой родной дядя. Поезжай к нему, он тебя с удовольствием примет. Угу. Места там прекрасные, красивые. Дядя Витя мужик общительный, веселый, тебе с ним будет весело. Правда, не скучно? Угу. Едешь завтра. Кто меня заменит на объекте? А замены не потребуется. Лисицын расторгнул договор, сказал, что не может доверять агентству, которое присылает клиентам неадекватных сотрудников. Оружие сдать? ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Спасибо. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Анатолий? А вы Виктор Иванович? Он самый. Опа! Только давай сразу договоримся. Просто дядя Витя. Без отчества. Заметано? Заметно. Ну, тогда давай за мной. Вот, Анатолий, картошечка поспела. Так. Ну что, еще по одной? Нет, вообще-то я спиртного давно не употребляю. Свою цистерину я выпил. Но в исключительных случаях иногда позволяю себе. Как говорится, не пьянство ради. Исключительно для здоровья и для поддержания содержательной беседы. Самогон у меня хороший. Да. Для здоровья действительно полезный. На травках настоянный. Ну, за знакомство. Так, милая. Пошла. Есть. Ох. А-а-а. Чего надо? Так это… Соли можно? Тьфу ты, лишек старый. Забыл на стул поставить. Держи. Спасибо. Чего-то не так? А я вас перед спросил? Не понял. Ну, я у вас просил. Перец? Фу ты, напасть. Да перепутал я. Соль ты просил. Ну, конечно. Значит, не все так плохо. Держи. Спасибо. Они у меня стекляшки эти одинаковые. Вечно путаю. А-а-а. Йоку, Макалек. Полтретьего. Все, Анатолий, собирайся. На концерт идем. На какой концерт? В нашем доме культуры представление. Гипнотизерша из Москвы приехала. Люблю я эту хренатень. Там фокусы, трюки разные. Тебя же на твоих глазах за твои же деньги обманывают. А ты, блин, радуешься, как слон. Да я, собственно, эти концерты как-то не… Не-не-не. Знать ничего не хочу. Племяш приказал тебя развлекать. Так что давай. Собирайся, не отвертывайся. Я два билета купил. Ты чего? А-а-а. Понял, Анатолий? Гипноз, шоу. Это тебе не кукры и мукры. Кстати, у нас первый ряд и мечта посередине. Проходите, пожалуйста. Вот ваши места. Пошли. Вот, Анатолий, наши места. Проходи, садись. Эх, красота. Все видать, все слыхать. Сидим, как политбюрома. Со всеми удобствами. Только кресла тесноватые для моей Конституции. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Прежде чем начать свое выступление, я хочу предложить вам весьма короткое вступительное слово. Гипноз давай. Итак, гипноз. В переводе с греческого означает сон. В основе этого состояния... Ну, а теперь мне понадобится доброволец. Прошу, смелее, господа. Не стоит бояться. Ну, кто хочет пройти на эту сцену? Прошу вас, смелее, господа. Ну, прошу, поднимайтесь. Ну? Господа, не надо бояться. А никто и не боится. А вот вы, пожалуйста, и пройдите на сцену. Аплодисменты смельчаку. Представьтесь, пожалуйста. Дядя Витя. Дядя Витя, а кем вы хотели быть в детстве? Николаем Крючковым. То есть вы хотели стать артистом? Нет, не артистом. А именно Николаем Крючковым. Дедуль, а ты Людмилой Зыкиной не хотел быть? А Эдитин... Ну что ж, у вас появился шанс осуществить вашу детскую мечту. Прямо здесь и сейчас. Младые люди, не верите? Тише, уважаемый, не шумите. Я вам говорю, предъявите ваши билеты. И вы увидите, что для гимноза нет ничего невозможно. Прямо. И выйдем. Итак, начинаем. Расслабьтесь. Я буду считать до пяти. Когда я досчитаю, вы станете Николаем Крючковым. Раз. Вы слышите только мой голос. Два. Все посторонние звуки исчезают в моем голосе. Три. Вам хорошо и комфортно. Четыре. Тепло разливается по вашему телу. Пять. Открываем глаза. Да. Добрый вечер, Николай Афанасьевич. Здравия желаю, гражданочка. Николай Афанасьевич, уважаемая публика с нетерпением ждет исполнение вашей песни из кинофильма «Трактористы». Это пожалуйста. С большим удовольствием. На границе тучи ходят хмуро, Край суровый тишиной объят. У высоких берегов Амура Часовые родины стоят. У высоких берегов Амура Часовые родины стоят. Там за злотом врагу поставлен в урочный, Там стоит обмананный стелен. Так, ну? Ой, извините. Пожалуйста. Ну ты даешь, дед. Так. Слушай, Анатолий, а я что, правда, пел? Еще как. И что, действительно, голосом Николая Крючкова? Следующий. Ага. Так, задерживаемся, прокопим. Ёк-макалёк. Ничего не помню. Как на сцену выходил – помню. Как потом уже народ в зале хлопал – помню. А вот что было между этими – убей не помню. Угу. Угу. Ты звонишь мне и не помнишь. Ты говоришь Лисицину, что видел его мертвого отца, а потом отрицаешь. Ты то же самое говоришь мне по телефону и снова отказываешься от совести. Угу. Толь, ты чего? А вы действительно ничего не помните? Ну что я тебе врать буду? Ты чего встал-то? Знаете что, дядя Вить, идите-ка вы домой сами, а я чуть позже подойду. Что-то случилось? Нет, все в порядке. Мне здесь просто кое-что узнать надо. Угу. Ты дорогу-то к дому помнишь? Помню. Ну, тогда ладно. Я пошел. Угу. 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 Здравствуйте. Что надо? Простите, пожалуйста, я могу видеть госпожу Шлиман? Она занята. А что вы хотели, молодой человек? Сиди! Сиди! Валяется, не вижданята она. Помогите, пожалуйста. Падла! Стоять! Стоять! Лежать! Осторожно! Стоять! Пойдемте, Андрей. Скорее! Скорее! Спасибо. Вы мне очень помогли. Кто эти люди? Уроды. А как вас зовут? Анатолий. Анатолий, вы не могли бы мне помочь? Мне нужно срочно попасть в гостиницу, собрать вещи и уехать. А я боюсь. Почему вы, собственно, не обратитесь в милицию? Это долгая история. Так вы поможете мне? Помогу. Спасибо. Тогда прошу машину. Аркан! Аркан! Эта тварь, Поленька! Она дверь на ключ заперла, собака! Тварь! Ты слышишь? Давай, давай, давай! Вот тварь! Аркан! Аркан! Эта нереально! Как мы отсюда выберемся? Здесь и вылезем. Ловко это у вас получилось. С ними разобраться. Как в кино. В кино ловчее получается. У вас тоже неплохо вышло. Это как-то связано с профессией? А кем вы работаете, если не секрет? Не секрет. Я телохранитель. Да? А кого вы сейчас охраняете в этом городе? В этом городе никого. Я из Москвы, а здесь так отдыхаю. Восстанавливаюсь после ранения. Ага. Понятно. Так. Вы знаете, первый раз вижу женщину-гипнотизера. Да. Это редкий случай. Но все же я не уникальна. Вы, наверное, хотите знать, как это меня угораздило? Ну да. Как это вас угораздило? Спасибо лихим девяностым. Я отучилась на психотерапевта. Потом работала в фирме, открыла себе способности к гипнозу. А потом фирма моя благополучно накрылась. И я подалась на вольные хлеба. А в детстве мечтала стать артисткой. Вот и стала. Куда едем? В гостиницу. В какую? Лучшая, которая есть в этой дыре. Наша Поленька, она комфорт любит. Где ты ее здесь найдешь лучше? По дороге спросим. Езжай давай! И все-таки мне вас сам Бог послал. Как вы вовремя появились. Все сложила, а костюм концертный забыла. Сейчас. Секунду. Кстати, а зачем вы пришли ко мне в гримерную? Вы что-то хотели? Да, я хотел задать вам несколько вопросов. Вот как? И какие же это вопросы? Скажите, а вот любой человек... поддается воздействию гипноза. Ну, кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. А можно заставить человека при помощи гипноза что-либо забыть? Забыть? Ну да, вот он, например, что-то знал, что-то видел, а после гипноза напрочь все забыл. Амнезия? В принципе, можно. Скажите, а можно подвергнуть человека гипнозу без его желания? Вы когда-нибудь слышали о Вольфе Мессинге? Ну, слышал. Так вот, Мессинг однажды по просьбе Сталина вышел из Кремля и вернулся обратно в кабинет отца народов совершенно беспрепятственно. Все охранники пропускали его без пропуска. Они принимали его за Ворошилова. То есть они не видели Мессинга, а видели Ворошилова. Естественно, Мессинг не спрашивал разрешения на сеанс гипноза. Но это был великий Мессинг. У него был уникальный дар. Обычная уездная фокусница, типа меня, может вести человека в гипнотический транс, только если он сам этого хочет. А без его желания можно вести человека в транс только во сне. Ну, когда он спит. Ясно. Анатолий, у меня к вам просьба. Какая? У меня остались еще два города – Звенигород и Чехов. я должна в них отработать, у меня уже есть договоренность. Не могли бы вы на эти два дня стать моим телохранителем? Я, естественно, оплачу вашу работу. Тем более, что у вас остались невыясненные вопросы. Я отвечу вам обстоятельно. Хорошо. Только у меня будет одно условие. Какое? Вы мне очень подробно расскажете, что от вас хотели те люди в гримёрке. Хорошо, расскажу. Эй, мужик! Э, слышь? О! Где у вас тут самая крутая гостиница в городе? Центральная? Ну, ясно петь, что центральная. Я же говорю, самая крутая. Ну, она называется Центральная. Ну, и где она? Сейчас до перекрёстка, а там на светофоре направо под стрелочку. Ага. Я ведь не даю своё представление в больших городах. Там, сами понимаете, много бюрократических проблем. А я привыкла работать за наличные, получать деньги сразу после концерта. Ну, и, конечно, у меня случались проблемы с директорами залов. Бывало, не платили, а ещё и пьяная публика бывает ужасная. И вот однажды я встретила Аркадия Каза. Это тот, кто разговаривал с вами в гримёрной. Он предложил мне стать моим охранником, и я согласилась. Но только через некоторое время он превратился в его администратора. И все мои финансовые дела оказались у него в руках. И уже не я ему платила, а он мне. Вот и всё. Аркан, вот они! Да вижу, вижу. Это они! Уходите назад! Они из-за крови быстро! Уходят! Уходят! В машину! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Т예, Т sogன А сегодня они меня нашли. Если бы не вы. Вот только плакать не нужно. Я не буду плакать. Правильно. Вот это правильно. Охранное агентство «Барбакан», дежурный Лопутин. Саша, это Хамза. Я слушаю, Роман Александрович. Саша, собери технарей, пусть по мобильнику определят местонахождение Тихомирова. Есть, принято. И сразу же доложи мне, как только выяснят, где он находится. Я понял, Роман Александрович. Роман Александрович. Саша, пройimentos. Роман Александрович. Роман Александрович. Роман Александрович. Продолжение следует... Продолжение следует... Полина? Толя... Что случилось? Мне страшно... Ну, и что это значит, Толя? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Доброе утро. Доброе утро. Ну что, завтра мы уже проспали. Да. Поэтому собирайтесь на обед. Нет, ну нет, нет. Я требую десерта. Пообедать можно и в ужин, между прочим. Толя, нет. Через час у меня первое выступление. А что значит первое? Что еще и второе будет, что ли? Да. Два. Одно дневное, второе вечернее. Катастрофа. И мое тело обязано присутствовать на обоих. Катастрофа. Так что собирайтесь, телохранитель. Слушаюсь, Поленька. Нет, только не называйте меня так. А как мне называть? Это серьезное имя, между прочим. Полина. Может быть, я не знаю, может быть, Поли... Польди, вот. Что? Ну, я не знаю. Полина. Полина. По-ли-на. Лина. Лина. Линка-Полинка я буду называть. Меня так мама в детстве называла. Линка-Полинка. Хорошо. Ну что? Наших недоброжелателей нет? В зале их нет. Это радует. Ну, даже если бы они там были, мне было бы уже не так страшно. Да. Ты ведь надежный? О! Я обязан быть надежным. Но только на срок действия контракта. Ну, даже если так, это уже неплохо. А что там со зрителем? Аншлаг? Нет. Только ползала. Это большой минус дневных представлений. Красивая штучка. Да. Это мой талисман. С ним я никогда не расстаюсь. Подарок одного человека. Он умер. Во сне. Сердце. Еще вечером был такой веселый. Мы какой-то фильм вместе смотрели. А утром его уже не было. Он был очень хороший человек. Он очень меня любил. С этой брошкой я не расстанусь никогда. и не сниму ее. Ну, если только меня убьют. Тссс. Так, все. Давай. Начинаем. Угу. Угу. Добрый вечер, уважаемые Дамы и господа. Гипноз по определению замечательного русского ученого Пехтерева является особым видоизменением сна. Когда мы произносим слово гипноз вид чем-то таинственным и сверхъестественным. Так это или нет мы узнаем сегодня на моем выступлении. Толли не надо. Пусть он идет. Ваше сиятельство, босс Монтропыгин по вашему приказанию прибыл. Кто-нибудь в зале знает его? Так это же Сашка Попков. Мы с ним в одном таксопарке работаем. Год назад после моего выступления этот человек подошел ко мне за кулисы. Он сказал, что не поддается никакому гипнозу. И тогда я загипнотизировала его. Я внушила ему, что через год он придет на мое выступление. После моей лекции поднимется на сцену и скажет, что он боссман Теропыгин. Я буду считать до пяти. Когда досчитаю, вы забудете, что вы боссман Теропыгин. Раз. Два. Опустите руку. Три. Четыре. Когда вы проснетесь, вы будете веселы и бодры. Пять. Ой, елки. А как я здесь оказался? С луны свалился. Как вас зовут? Боссман Теропыгин. Бобков Александр. Скажите, Александр, а вы служили на флоте? Нет. В ракетных войсках служил. А может, вы все-таки морской волк? Боссман, например? Нет. Я сержант. Я в Омске служу. Там моря нету. Пожалуйста, пройдите на свое место. Спасибо. Аркан. Аркан. И тут ее нет. Фу. Ладно, все равно идем. За все ответишь пуленько. Слышь, Аркан, ты только не мочи ее сразу. Пускай отрабатывает. Без тебя я разберусь. Понял? Поехали. Ну, ну и куда теперь? Здорово. Серьезно. Очень классно. Очень эффектно. Особенно с этим. Парнем. Неужели такое может быть? Ну, ты же сам видел. Называется эффект отсрочного внушения. Угу. Слушай, а ты вчера говорила, что при помощи гипноза можно вызвать амнезию. Я говорила? Да. Я и сейчас не отказываюсь от своих слов. Угу. А наоборот, вспомнить. Ну, восстановить то, что забыл, можно? В принципе, это возможно. Я хочу попробовать. Возможно, со мной нечто подобное уже происходило. Ты хочешь сказать, что тебя заставили что-то забыть, используя гипноз? Ну, я не уверен. Ну, да. Ну, да. Хорошо. Я постараюсь это выяснить. Я введу тебя в гипнотический транс. Угу. И буду задавать вопросы. Угу. А ты будешь отвечать. Но я должна знать, о чем спрашивать. Угу. Я жил в доме. Такой большой дом в лесу. И там я видел человека, который уже много лет как умер. А ты действительно его видел? Я не знаю. Я не знаю. Но два человека абсолютно независимо друг от друга говорили мне, что я им об этом рассказывал. Причем одному из них я доверяю полностью. А я ничего не помню. Ты не помнишь чего? Того, что ты видел этого человека? Да. Или того, что ты рассказывал об этом двум людям? Да. Ни то, ни другое. Ну, хорошо, Толя. Давай работать. Я всегда говорил. Поступай, как хочешь. Но люби Бога. А тут есть любовь. Тут месть. Я не мщу. Я защищаю. Бог милостив. Ты же приходил на исповедь. За отпущением грехов. Защита? Это не грех. Грех. Это беззаконие. Так сказано у Иоанна. Ты не божьего суда хочешь. Ты хочешь сам судить. Безо всякого закона. И поэтому отпущения грехов тебе не будет. Четыре. Пять. Вспомни. Ты все это видел. Ты это помнишь. Тебя заставили все забыть. Это беззаконие. Продолжение следует... Пять! Это Михаил. Он приходил к тебе ночью, когда ты спал. Первый раз он приносил тебе чай с травами. Это был первый приход. Второй раз он приходил к тебе уже позже. После того, как ты обнаружил того человека в столовой. Зачем он это сделал? Ты дважды видел этого человека, которого ты знаешь, как генерала Лисицына. Первый раз ты его видел через окно на улице. Второй раз в доме. Я ничего не понимаю. Так генерал Лисицын жив? Я не знаю. Тут какая-то темная история. Очевидно, они не хотели, чтобы ты видел этого человека. Поэтому Михаил заставил тебя все забыть. Толя, скажи мне, кто такой Станислав Георгиевич Лисицын? Сын генерала Лисицына и Натальи Андреевны. Нет, я не о том. Кто он? Чем он занимается? Бизнесмен. То есть он богатый человек? Ну да. Ты знаком с ним лично? Ну конечно. Это он нанял меня охранять свою мать. А что такое? Почему ты спрашиваешь? 15 декабря ты пойдешь к Станиславу Лисицыну и убьешь его. Роман Александрович, ребята засекли телефон Тихомирова в Звенигороде. Значит так, Саш. Необходимо добыть следующую информацию. Работает ли в Звенигороде некая гипнотизерша по фамилии Шлиман? Шлиман. Я не знаю, это ее псевдоним или настоящая фамилия, но если работает, посылай туда группу. Возможно, Тихомиров там. С Тихомировым на связь не выходить, просто введите. Есть. Значит, наступит 15 число, и я пойду убивать Лисицына. Да. Чушь. Ну, бред. Какое сегодня число? Тринадцатое. Осталось два дня. И это все очень серьезно, Толя. Ты теперь боцман Тарапыгин. Ты видел, что произошло с тем парнем. Эффект отсроченного внушения. Не-а. Я все равно не понимаю. Я не понимаю, как это все будет происходить. Все будет как обычно, пока ты не обнаружишь, что наступило 15 число. Может быть, ты увидишь это в календаре. Может быть, ты услышишь это по радио. Но только в этот момент ты вспомнишь, что тебе необходимо убить Лисицына, и ты пойдешь его убивать. А если я уеду? Из города? Из страны? Да будь ты хоть в Южной Америке, ты все равно поймешь, что тебе нужно убить Лисицына, и ты купишь обратный билет. Ну, хорошо. Линка, Полинка. Ну, я ведь теперь уже знаю об этом чертовом внушении. Я ведь не тварь какая-то безмолвная. Я могу думать, я могу принимать решения. У меня, в конце концов, есть воля. Я могу что-то предпринять, чтобы убийство не произошло. Да мозг человека — это тьма загадок. Ты не можешь управлять им. Ты можешь контролировать свои сны? Нет. Гипноз — тот же сон. Все произойдет помимо твоей... Хорошо. Хорошо. Эту установку на убийство, ее можно снять? Ты можешь это сделать? Нет. Я не знаю, какие установки внушил тебе этот человек. Это все равно, чтобы родить в незнакомом лесу. Снять установки может только Михаил. Значит, я еду к Михаилу. Шура, а ты куда несешься-то? Из Вениград. А я уже думал, в Рио-де-Жанейро. Ты это, скорость-то сбавь чуть-чуть. Ну, вот мы и в Москве. Да. Спасибо, что подвезла. Лин, ты меня извини, но мне действительно нужно ехать. Да, да, я понимаю. Не надо ничего объяснить. Но ты будь осторожна. Никаких выступлений, слышишь? Слышу. Ну, все. Толя, подожди секунду, пожалуйста. Если у вас что-то не выйдет с Михаилом, я попытаюсь тебе помочь. Я, конечно, не могу гарантировать положительных результатов. Но попробуй. Хорошо. Никаких выступлений, слышишь? Слышу. Все. Все. Лапутин, слушаю. Есть, принял. Так, Шур, разворачиваемся. В Звенигород мы не едем. А чего такое? Ребята звонили из технического отдела. Тихомиров в Москву вернулся. Ребята звонили из технического отдела. Ребята звонили из технического отдела. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Слушаю, Хамза. Роман Александрович, Лапутин. Возможно, что Тихомиров сейчас находится на объекте, с которого вы его сняли. В доме Лисицына, что ли? Да. Его мобильной засекли в том районе. Так, Лапутин, давай срочно с ребятами к Лисицыну. Я тоже сейчас туда подъеду. Есть. Где хозяин? Тут Кихомиров пришел. Пропусти. Ба! Вот это люди! Добрый вечер. А ты уверен, что он добрый? Ну, где они? Кто? Моя мать и Михаил. А их разве нет в доме? Нет. В доме их нет. Что ж тебе не иметься, Толя? Скажите, Станислав Георгиевич, вы уверены, что ваш отец умер? Да, черт возьми, уверен. Хотя бы потому, что я платил его похороны. Где он похоронен? На Ваганьковском кладбище. Значит так, милый друг, сейчас не ты, а я буду задавать тебе вопросы. И так заново. Скажи, здесь был кто-то посторонний? Да, был. Ну, а какого черта? Какого черта ты отказался от своих слов тогда? Перед Михаиловым и матерью? Так складывались обстоятельства. А, а теперь они, значит, складываются по-другому, да? Чего ты финтишь, паренек? Что-то я не могу понять, на чьих воротах ты стоишь. Ты знаешь, куда уехали Михаил и моя мать? А они уехали? Нет, они испарились. Они сквозь землю провалились. Куда они подевались? Куда? Итак, ответь мне на вопрос. Третий человек в доме был? Да. И тебе он не привиделся. Пойдемте со мной. Сейчас я покажу вам комнату, в которой жил посторонний. С чего ты взял, что здесь кто-то жил? Там слишком чисто, нет даже пыли. Бессмысленно убирать в комнате, в которой никто не живет. И еще. Щеколда с внешней стороны двери. Видите? Она новая совсем. Рабочие края даже не потерт. Очевидно, Михаил поставил ее после того, как я увидел старика в окно. Ты уверен, что это был старик? Да. Я его видел потом еще раз. Он ужинал с вашей матушкой. И он был очень похож на вашего отца. Очень похож. Бред какой-то. То, что происходит что-то странное, я заметил еще полгода назад. Мать никогда не отличалась любовью к путешествиям. А тут вдруг стала раз в месяц куда-то уезжать. Говорила, что нашла хороший пансионат в Подмосковье. Природа там замечательная. Ни в Европу, ни в Америку, ни в Австралию, черт возьми, что пейзаж поменять. Нет! Мы едем в Подмосковье в пансионат. Меняем шило на мыло. Тебе не кажется это слишком странным? Мать ей заменилась после смерти отца. Замкнулась. Стала какой-то... Другой. А потом она стала у меня просить больше денег, чем обычно. Для чего? Зачем? Она всем обеспечена. Новых вещей она не покупает. Для церкви нет. Я уместно у батюшки спрашивал. Она не делала крупных пожертвований в храм. А как-то я обнаружил, что в холодильнике стало больше продуктов, чем это нужно для двоих людей. А однажды я увидел, как Михаил развешивал выстиранную одежду. Ну там рубашки, брюки. И они явно не подходили по размеру Михаилу. А когда я у него спросил чьи-то вещи, он мне сказал, что, мол, это вещи моего отца. Видите ли, он хочет отдать их в храм, чтобы их передали нуждающимся. И после этого я обратился в ваше агентство. И в доме появился ты. Только ты... Ты мне какие-то сказки рассказываешь про призрак моего отца. Станислав Георгиевич, мне нужно с вами серьезно поговорить. Наедине. Скажите, вам о чем-нибудь говорит? Дата пятнадцатая декабря. Пятнадцатая декабря? Да. Пятнадцатая декабря. Нет. Мне эта дата ни о чем не говорит. А почему именно пятнадцатая? На вас готовится покушение. Что? Послезавтра вас должны убить. Что ты несешь? Кто меня должен убить? Кому это надо? Вас заказал Михаил. Ты шутишь? Нет. Пятнадцатая. Пятнадцатая декабря. Пятнадцатая декабря. Откуда у тебя эта информация? Да не важно, откуда у меня эта информация. Важно, что эта информация абсолютно достоверна. А исполнитель? Ты знаешь имя исполнителя? Имя. Ну, назови мне имя киллера. К сожалению, я не могу этого сделать. Сколько стоит твоя информация? Станислав Георгиевич, дело не в деньгах. Ну, а в чем тогда? В чем? Если дело не в деньгах, то назови мне имя киллера. Ну? Я не могу этого сделать. Стоять. Стоять, я сказал. Ты не выйдешь из этой комнаты, пока не назовешь мне имя киллера. Хозяин зовет. Хозяин зовет. Стоять. Чего ты, черт, испугал? Извини. Роман Александрович, а нельзя ли не так экстремально водить транспортное средство? Ты что здесь делаешь, Тихомиров? Мне кажется, я тебя в отпуск отправил. И еще совсем недавно ты мне сам об этом напоминал? Вы мне все равно не поверите. Ну, ты уж расскажи, а я сам решу. Верить тебе или повремените с этим делом. Прошу. Значит, что у нас получается в сухом остатке? Этот Михаил без твоего на то ведома применил к тебе гипнотическое воздействие. И ты забыл, что видел в доме некоего человека, очень похожего на генерала Лисицына. Кроме того, этот доморощенный волшебник внушил тебе, что 15 декабря этого года ты должен убить Лисицына Станислава Георгиевича. Совершенно верно. Толь, вот если бы ты был на моем месте, а я на твоем, ты бы мне поверил? Ладно. Заводи машину. Куда поедем? Психиатра, Толя. Консультация нам нужна. Ладно. А как же ваша машина? Здесь оставить? За мою машину ты не беспокойся. Я ребятам позвоню, они отгонят. Роман Александрович. Саш, все нормально. Здорово, Саш. Здорово. Отпускничок. Недоступный ты наш. Путешествуешь? Ага. Саш, пойдем-ка сюда. Поезжай сейчас с ребятами в дом Лисицына и разгреби там все, что навалял ваш коллега. А что он наделал? Вот именно наделал. Короче, поезжай к Лисицыну, принеси извинения от моего имени и скажи, что завтра я готов приехать в его офис в любое удобное для него время. Я понял. Возьми мою машину, потом оставишь агентство. Где он похоронен? На богатинском клавище. Стой! Вперед, за ним! Отставить! Так уйдет, Жарован Александрович! А что мы гонки сейчас устроим? Машины бить? Мне мое, например, жалко и не так богат. Позвони в технический отдел, пусть отслеживают передвижение Тихомирова по его мобильному. Есть! СМЕХ У меня жена, Ой, ревни, У меня жена, Ой, ревни Вая! Ой, Мороз, Мороз, Мне Морозь, У меня ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА Слушаю. Линка, привет, это я. Ой, Толя, привет. Как твои дела? Все спокойно? Да, да, у меня все хорошо. Это радует. Ты поговорил с Михаилом? Пока нет. Почему? Он исчез. Исчез? А что ты теперь будешь делать? Ну, у меня есть план. Лин, ты прости, но мне уже пора заканчивать разговор. Да, да, конечно. Будь осторожна, пожалуйста. Хорошо, я буду. Спокойной ночи, Линка-Полинка. Спокойной ночи. Отдохните. Ребятки. Ну, мужики! Мужики! Ну, вы что, мужики, уснули, что ли? Ну, это я! Ну, мужики! Ну! Ну, где вы там? Ну, открывайте, мужики! Ну! Во! Девушка. Это не ваш номер. А какая разница? Ну, а сыпса? Ну, и что? Ваши люди там. Да? Вот! Хэппи-нюэр! Хэппи-нюэр! До этого хэппи, уважаемый, еще полмесяца. Сегодня 13 декабря. Большая. Да какая разница? Большая. 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 Видео. Хэппи-нард. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, мужики, Новый год к нам птица! Прошу! Водка, пиво, кокола! Слушай, мужик, я тут бабе из 10-го номера. Рубриз хочу сделать, а? Нет, нет! Она же на меня посмотрела, а у меня мороз по коже прошел. Нет, а... Мужики, я понял, понял. Постучись, пожалуйста. Понял, понял, мужики. Давай. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Да что же это такое, а? С Новым годом! С Новым годом! Да что вам еще надо? Сюрприз, поленька. Где твой бычар? В каком номере? Его нет здесь. Он уехал. Ну что, Полина, собирайся. С нами поедешь. Куда? Я сказал, что уехали! Давай! Пошла! Ну, в общем, сигнал от его телефона пропал на этой улице. Ребята из технического отдела говорят, что он просто выкинул аккумулятор из трубки. Поэтому определить его местонахождение теперь практически невозможно. Значит так, Саш, надо выяснить, не живет ли на этой улице кто-нибудь из знакомых Тихомирова. Я не знаю, родственники, одноклассники, однокурсники. Понял? Ладно, поехали. Все, лопнуло мое терпение. Пацаны, лопатой несите. Что вы задумали? Что задумали? Мочить-то будет. Пошаманил и хватит. Прощай, Поленька. Аркаша! Копайте быстрее, холод. Давай здесь. Не надо, пожалуйста, послушай. Аркаша, ты что? Тамбовский волк тебе, Аркаша. Ты меня достала! Надоела ты мне! Я отдам. Я все отдам. Ну, что ты мне отдашь? Деньги, которые я тогда взяла, я все отдам. Стой! Погоди, я прошу... Погоди ты, чего погоди. Ты молись, если умеешь. Я на вас бесплатно работать буду, Аркаша. Не надо меня убивать. Я ненавижу, когда меня дурят. Не люблю, когда салаха держат. Ты поняла меня? Не надо. Не надо. Я не знаю. Я знаю, где взять много денег. Ну, да. Ух ты. Где информация есть? Что у тебя есть? Информация. Да. Слышь, пацаны, оказывается, этой павле есть информация. Какая информация? Где дилежанство почтовый пройдет с миллионом долларов, да? Я знаю, есть человек в Москве. Его должны убить. Он об этом не знает. Да? А ты знаешь? Да. Арканка, она гонит. Заткнись! А ну, колись, кукла. Его должны убить 15 декабря. Он об этом не знает. Кто это должен сделать? Я этого не знаю. Не знаю? Нет. 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 Да туфта это все. Полная туфта. Да что туфта? Да все туфта! Ты что мне предлагаешь? Позвонить какому-нибудь павлику, да? И сказать, что его через три дня завалят? А доказательство где? Кто заказчик? Его родственник. Михаил. Откуда у тебя эта информация? Мне. Я случайно узнала. И что этот перец московский, которого завалить должны? Он еще при большом бабле, да? Аркаш, он очень крупный бизнесмен. Кто это сделать должен? Не знаю. Колись, кукла! Кто его завалить должен? Все. Хватит мне по ушам ездить. Иди к дереву. Аркаш. Я говорю, живее! Нет. Пожалуйста. Пух! Ну что, Зоя Космодемьянская выбросила от себя с ручку, да? Гостиница все подробно про киллера расскажешь. Пацаны, в машину ее. Идем. Поехали. Лопату давай. Садись, Поленька, не стесняйся. Самое известное захоронение. Высоцкий, Есенин, Ингебаров, Миронов, Влад Листьев. Обзорная экскурсия. Сто рублей. С подробностями биографии. Двести. Мне нужна могила генерала Лисицына. Знаю, я эту могилу. Ну что, чай да чай. Поем бы что-нибудь. Да я не хочу есть. Ну что? Уснул. Какой-то он беспокойный стал в последнее время. Боюсь, как бы снова не пришлось его класть в больницу. Ба, а что это за старин, которого вы опекаете? Да просто больной человек, очень одинокий. Пей, пей чай, Алеша, а то остынет. Пей. Господи, как же ты похож по своего отца. Ну, бабушка, ну все, 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 успокойся. Ба, почему? Вот и пришли. Вот. Этот генерал ваш родственник? Нет. Скажите, а как мне можно найти человека, ну, такого человека, который бы помнил эти похороны? Может, кто-то из могильщиков? Я помню. Вы? А что тут удивительного? Я в то время здесь как раз могильщиком работал. Зима была, грунт мерзлый был. Долго ковырялись. Скажите, а это точно был генерал? Ну да. Во всяком случае, он в гробу в генеральской форме лежал. Звезды на погонах большие. Опять же, хоронили с воинскими почестями. Я не совсем это имею в виду. Это точно был тот человек, который изображен на памятнике. Это один в один. Достойные похороны были салютом и без слез. А что, если со слезами, то это недостойно? Со слезами тоже достойно бывает. Но тут другая история. На тех похоронах главная была вдова генерала, мужественная женщина, графиня. Ни слезинки не проронила. Спина ровная. И сыновья себе тоже очень достойно вели. Денег не жалели. Сыновья? Да, сыновья. И сколько было сыновей? Двое. Солидные такие мужчины. Видно при деньгах. Машины такие крутые у них были. Правда, у одного из них машина из сорокового региона была почему-то. Я почему запомнил. Мне в тот год сорок лет исполнилось. Сороковой регион — это Калуга. Возможно. Так, значит, говорите, двое сыновей было, два брата. Совершенно справедливо. Братьев было двое. В общем, вы, Нина, не беспокой. Стоитесь. С Алешей все в порядке. Я завтра заеду за вами утром. Поедем к нему в монастырскую гостиницу. Отпразднуете Алешин день рождения вместе. Семейно. Спасибо, батюшка. Ну, хорошо. Я поеду. До свидания. До свидания. Станислав. Станислав. Станиславу Лисицыну удалось выбраться из тонущей машины. Тело Глеба Лисицына после проведения спасательных работ обнаружено не было. Значит, Таруса. Аркан, а ты уверен, что этот корешок твой? Гений компьютерный. Номер Лисицына пробил, а не следака с Петровки. Народ закрой. Скалозу. Компания Терем. Приемная президента компании. Здравствуйте. Соедините меня, пожалуйста, с господином Лисицыным. Как вас представить? Я лично представлю с господином Лисицыным. Передайте ему, что у меня есть для него личная конфиденциальная информация. Станислав Георгиевич. Извините, пожалуйста, на линии какой-то человек, который утверждает, что у него есть для вас важная конфиденциальная информация о каком-то вашем родственнике Михаиле. Соединить? Соедини. Слушаю. У меня есть важная информация для господина Лисицына. Я, я, господин Лисицын. У меня есть информация о том, что вас заказали. И что? Вы, наверное, не поняли. Вас хотят убить. Я тебя прекрасно понял. Что конкретно ты хочешь сказать? Мне известна дата и... И я ее знаю. И знаю имя заказчика. Мне известно имя исполнителя. Хорошо. Подъезжай ко мне в офис. Нет. В офис я к вам не поехал. Предлагаю встретиться на нейтральной территории. В нейтральной территории-то где? В Швейцарии? Нет, ближе. В Чехово. Вы должны туда приехать к пяти часам вечера. И прийти в городской театр на выступление гипнотизера Полины Шлимана. На ваше имя будет выписан входной билет. И вы сядете именно на то место, которое будет на нем указано. Ясно. В детстве шпионов не наигрался. И еще. У вас в руках должно быть что-то красное. Знамя первой коны тебе устроит? Меня устроит сто тысяч евро. Еще одно условие. Вы должны быть без охраны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА День добр. Здравствуйте. Можно взглянуть на дело Лисицына? Да дела-то как такового по большому счету не было. Несчастный случай. Глеб Лисицын напился, сел пьяным за руль, не справился с управлением и навернулся с моста в реку. Сам погиб и брата чуть не угробил. Вы куда-то спешите? Да я хотел пообедать. Вы знаете, я тоже не против перекусить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пошли. Толя, возьми трубку. Толя. Дай сюда. Бушку лягонит башку оторву. Вот выдай мы этого, Лисицына. Потом плотно зовемся тобой. Давай! Спасибо. Спасибо. Благодарю. Скажите, а тело Глеба Лисицына искали? Конечно. Станислав денег не жалел. Хотел, чтобы нашли брата. Вы бы поели. А то остынет супчик-то. Спасибо. Скажите, Андрей, а братья Лисицына, они сюда зачем приезжали? Так Глеб женился здесь. Кстати, на моей бывшей однокласснице Нинке Потаповой. Сын у них Лешка. В этом году школу закончил. Правда, жили они вместе недолго. Года два или три. А почему? Да кто же его знает? Мы с Нинкой периодически видимся. Гордок-то небольшой. Она учительница в школе работает, где мой сын учится. Но спрашивать как-то неловко. Чужая семья — чужие дела. А Станислав зачем приезжал? А у Лисицына ведь дом здесь. Да, что так сказать. Дом? Его еще их отец купил. Генерал Лисицын. Ага. Братья, когда пацанами были, каждый лет сюда приезжали. Дом. Установили местонахождение Полины Шлиман? Пока нет, Роман Александрович. Необходимо взять в разработку Лисицына. Надо собрать о нем информацию, максимально подробную. И выставить за ним наружное наблюдение. Ну, это, так скажем, незаконно. Да и если он заметит за собой… А надо работать так, чтоб не заметил. И скорее всего через него мы выйдем на Тихомирова. Напал. А однако же, большую лисицу на телемок. Да уж. Долго нам еще тут сидеть? Хамза сказал ждать. Смотрите в оба. Вы что там потеряли? Мужчина. День добрый. Я слышал этот дом. Продать хотят. Ничего мы не знаем. А ты человек хороший, иди отседывай, пока мы участкового не позвали. А кто сейчас в этом доме живет? Так, эээ… А вот я щас собаку спущу с цепи. Понятно. Нюрк, да ладно, будет тебе. Ты вот что, пойдем-ка в дом войдем, скажешь, чего тебе надо, а то нахладут стоять зябко. Куда в дом? Рехнулась? Нюрк, я этих аферюк заверстучую, а этот хоть и финтит что-то, но явно не такой. Пошли, пошли, пошли. Так чего ты вокруг генеральской дачи крутишь? Угощайся, голубочка. Так значит, вы говорите, в доме сейчас никто не живет? Нет, нет, вот как Глеб сгинул, все как отрезало. Никто больше не приезжает. Угу. Что, и Наталья Андреевна не появлялась? Это генеральша, что ли? Ну да. Да нет, давно уже ее не было. Года два, это точно. А родственник ее такой, мужчина в возрасте. Да никого здесь не было. Мы битый час тебе об этом толдычим. Как Глеб утонул, так никто здесь больше не появлялся. А Глеб, он вообще как здесь? Круглый год жил или так наездами? Зимой в Москву уезжал, а летом почитай всегда тут. Он же рыбачил. Да, рыбак заядлый был. Они вместе с Куприянычем рыбачили. А вот когда он утонул, Куприяныч то, вместе с братьями был? А этого мы не знаем. А ты у самого Куприяныча спроси. Угу, да. А как мне его найти? А в Борщовке он живет. Его там каждая собака знает. Нифига себе. Барин сам за руль садится? Саша, у нас тут чудеса. Не понял, что у вас там происходит? Рисит он сам за руль. Не поехал без охраны. Приближается к тебе. Вижу его. Иду впереди, вы за ним. Принято. Эй, хозяин! Здравствуйте. Мне бы к Геннадия Куприяныча. Ну, я. Здравствуйте еще раз. Можно с вами поговорить? Я говорю... Побеседовать с вами можно? Побеседовать? Побеседовать. Побеседовать? Можно. Прошу. Лисицын движется в сторону Чехова. Ясно. Да пока уходим вперед, веди его. Принято. Я это... Ну... Да, конечно. Ага. Ага. Ну, вот. Тогда он мне сказал, что у них с братом разговор есть. Серьезный. Да. По делам там. А что, говорит, ты, Куприяныч, не обижайся, мы вдвоем рыбалить будем. Угу. И долго они рыбалили? Не. Слышно было, что ругались сильно. Особенно Стас кричал. А драки не было? А, не. Я ж, понимаешь, здесь сидел. А там осолка высокая. Мне, ну, не видно. Может, и дрались. Братишь все-таки. Ну, да. Логично. А что они, часто ссорились? Да я не знаю. Я ж больше с Глебом-то, ну, общался. А Стас, он такой, такой он зазнаец, ты знаешь, был. Он нами как, ну, Брескова. Ну, хорошо. А потом, потом что было? Потом? Потом? Уехали? Уехали? Уехали. Уехали. А потом... А потом... Потом Поп появился. Поп? Ну, да. Местный. Когда машина Глебова уехала… Так. То минут так это, ну, вот так тут, через несколько, Ну? Волга Поповская появилась. Так. А у меня как раз клевать начало. Ну? Я это дело-то так подсекаю, а так краем глаза смотрю, на том берегу поп в рясе стоит. И так, понимаешь, в мою сторону смотрит. Угу. Вот. А потом, значится, сел в машину, но не дальше поехал. Так. А вот сюда, сюда, через мостик, через… И вот в этом месте остановился. Там, где они рыбачили? Ну, да. А потом, потом сел в машину и как дунул быстро-быстро, я так, понимаешь, как гонщик. А скажите, а где этот батюшка служит? Так. В церкви. Настали. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня помните? Мы виделись в доме Натальи Андреевны Лисицыной. Я помню. Проходите. Давай, давай. Тихо, тихо. Ступайте к себе. Ну, скорей же. Присаживайтесь. Я ищу Михаила. Здесь? Он мне очень нужен. Очень. Я не знаю, где он. Извините. У меня есть еще неотложные дела. Скажите, Бадюшка. А что произошло на реке? В августе прошлого года. Я прошу вас покинуть мой дом. Почему вы не хотите мне помочь? Это не моя тайна. Андрей, подождите. У меня к вам еще есть несколько вопросов. Вы мне сегодня рассказывали про жену Глеба Лисицына, Нину Потапову. Можно мне с ней встретиться? Не вопрос. Если подвезете, поехали. Мне как раз в тот район. Прошу в машину. То есть вы хотите сказать, что это был вовсе не несчастный случай? Тогда что? А вы уверены, что в тот день за рулем находился именно Глеб? Знаете, у меня нет никаких причин не доверять этой славой Лисицыну. И вообще, я обычный слитак. У меня полный сейф реальных дел. Короче, нету тела. Нету делу. Нина, здравствуй. Здравствуй, Андрей. Как там мой оболтус? Ничего. Старается. Вот коллега из Москвы приехал. Окажи внимание. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы тоже в милиции работаете? Я частный детектив. Скажите, пожалуйста, а у Стаса с Глебом были какие-нибудь конфликты? Мы с Глебом были больше в разводе, чем в супружестве. Поэтому после нашего расставания я мало что знаю о его жизни. А вы были на похоронах у генерала Лисицына? Нет. Кстати, из-за него мы и разошлись. Он был против нашего брака. И в конце концов генерал победил. Но он и генерал, чтобы побеждать. Спыльчивый был, очень гневливый. Кстати, Стас на него в этом смысле похож. Олешка и Глеб внешне, а Стас характером, если что не по нему, мог даже в драку полезть. Значит, конфликты все-таки были. У Глеба со Стасом был общий бизнес. И я не думаю, что если они могли существовать вместе, то у них был какой-то серьезный конфликт. Хотя... Что хотя? Олешка говорил, что Глеб хотел здесь строить какую-то туристическую базу или что-то связанное с туризмом. Так вот, по Олешкиным словам, Стас был против. Причем активно против. А Лешка это ваш сын? Да. Мой и Глеба. А сколько ему? Завтра совершеннолетие. Завтра? Да. 15 декабря? Да. Скажите, а у Лешки ваша фамилия Потапов? Нет. У него фамилия отца Лисицын. А вы знакомы с Михаилом? Простенька, Наталья Андреевна. Да, знакома. А где он сейчас, не знаете? Откуда мне знать? Я его давно не видела. Ну, хорошо. Вы извините, пожалуйста, мне нужно бежать. Как же чай? Извините. До свидания. До свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Все, хватит эфира засорять. Продолжаем наблюдение. Понял. КОНЕЦ Три, четыре, пять. Откройте глаза. Кто перед вами? Басков! Басков, передо мной стоит сам Николай Басков. Ой. Ну что, смелее, вы можете взять у него автограф. Спасибо. Николай. Что-то долго нашего барина не видно. Обойди театр кругом, посмотри, нет ли другого выхода. Есть. Добрый вечер, Станислав Георгиевич. Здрасте. Здесь требуемая сумма. Тихо. Пересчитывать будете? Буду. Сначала имя дилера. Тихомиров. Анатолий Тихомиров, это охранник. Я знаю, кто это. Вы убедились, что я честно выполнил все ваши условия? Убедился. Я обещаю вам еще половину от полученной суммы за источник вашей информации. Хорошо, я скажу. Черт. Саш, подожди секунду, я тебя не слышу. Здесь выступает Полина Шлиман. Что? Получается, что Лисицын приехал на концерт Полины Шлиман. Шлиман? Это та, с которой Тихомиров? Да. Хорошо, я выезжаю к вам. Без меня никаких действий, только наблюдение. Есть. Продолжай. 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 Продолж. 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Извините, пожалуйста, как мне можно найти... Что вы здесь делаете? Уведите, уведите Глеба! Что вам от нас нужно? Немедленно уезжайте отсюда! Уезжайте! Что вам нужно от нас? Мне нужно с вами поговорить. Что вы... Что такое? Наташа, что с тобой? Наталья Андреевна, это сердце! На лавочку! Сажайте её на лавочку! Нужно вызвать скорую! Наташа! Наташа! Держись! Идёмте к моей машине! Здесь недалеко больница! Надо Алексея позвать, он в гостинице! Нет времени! Идём, Серёжа! Отойдите, отойдите! Простите, а вы кто? Ваш поклонник. Спасибо. Скажите, вот эта женщина на сцене, правда, Баскова видела? Парень-то на него совершенно не похож! Да, а она видела Баскова. Потрясающе! Потрясающе! Вы знаете, у меня к вам один вопрос. Да? Где сейчас находится Тихомиров? А, всё же кто вы? Лисицын Станислав Георгиевич. Я не знаю, где он находится. Хорошо. Может, тогда вам... Вот это поможет? Стоять! Вы должны снять с меня внушение. Не понимаю, о чём вы. Всё вы прекрасно понимаете. Освободите меня от этого. Всё останется так, как есть. Вы же верующий человек. Вы должны знать, что месть – это грех. Ишь, как ты заговорил. Грех. Для тебя-то... Не вам судить. Мне. Мне судить. Глеб Лисицын. Ещё год назад такой... Замечательный человек был. Весёлый. Весёлый. Светлая голова. А он его по этой светлой голове бил. Убивал его. Родного брата убивал. И за что? За деньги. За деньги. За то, что один хотел сидеть. На денежном мешке. Теперь Алёшка в опасности. Убийцу нанял. Ведь Алёшка – сын Глеба. Его законный наследник. Но почему я должен убивать? Твоя работа – убивать. Моя работа – защищать. Так защищай. Справедливость защищай. У справедливости нет тела. А я – телохранитель. Я получаю деньги за то, что рискую своей жизнью. А вы почему-то решили, что можете распоряжаться чужими. И если Станислав виноват, то его должен наказать суд. Земной или высший. Но не мы с вами. Не я. Родственники Рисицыной? Это я. Да. К сожалению, все наши усилия оказались напрасными. Мы сделали всё, что могли. Я вам соболезную. Время. Ты меня поняла? Давай звонить Тихомирову, пусть приезжает. Нет. Ты меня не поняла. Да, я могу убить твоего Тихомирова. Но мне это не нужно. Если я это сделаю, Михаил пришлет кого-нибудь другого вместо него. Моя проблема, Михаил. Мне до него нужно добраться. И Тихомиров мне в этом поможет. И будет жить. Долго. А я? А ты его переживёшь. У нас ведь по статистике женщины живут дольше мужчин. Поленька, вы не представляете, как вы мне нужны. Тихо. Я соболезную. Бедный. Он даже не понял, что стал сиротой. Я сказал Станиславу, что 15 декабря на него будет совершено покушение. И что заказчиком этого покушения являетесь вы. Единственное, о чём я ему не сказал, это что... Киллером вы назначили меня. Я не сделал этого по двум причинам. Во-первых, я сильно хочу жить. А во-вторых, я очень надеюсь, что вы снимете с меня эту установку. Мои грехи заставь мне. Тихомиров верит вам. Доверяет. Я хочу, чтобы он мне доверял так же, как и вам. Я не понимаю. Я хочу, чтобы он смотрел на меня и думал, что видит вас. Вы хотите, чтобы я его загипнотизировала? Да. Это в наших интересах. Он под гипнозом будет тихий, послушный. И мне не придётся его убивать. Полина. Звоните. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Да. Анатолий, это Полина. Полина Шлимон. Линка, Полинка, привет. Как ты? У тебя всё хорошо? Договорил с Михаилом? Он отказался. Я всё время думаю о тебе. Я попробую помочь. Снять установку. Сможешь ко мне приехать? Уже еду. Ты где? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Не может быть. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Привет. Здравствуй. Садись. Ты же говорила, что снять установку может только Михаил. Толя, я попробую. Расслабься. Закрой глаза. Ты слышишь только мой голос. Раз. Твоё дыхание выравнивается. Два. Ты сейчас заснёшь и будешь спать. Три. 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 Пять. Роман Александрович, здесь Тихомиров. Продолжайте вести наблюдение. Скоро буду. Я спешу. Извините. Ну и когда он начнется? Через пятнадцать минут, как вы и просили. И что он действительно меня увидит в вашем обличье? Я Полина Шлиман? Да. Только помните, вы обещали не причинять ему зла. Поленька, ну мы же обо всем договорились. Но сейчас вам придется удалиться. Не может же он увидеть двух Полин сразу. Пойдемте. Пойдемте, пойдемте, я вас провожу. Здравствуйте, Роман Александрович. Собирай людей. Полин. Как ты себя чувствуешь? Честно, не очень. Толя, не получилось. Придется ехать к Михаилу. Я постараюсь его уговорить. Он откажется. Но это наш последний шанс. Завтра будет уже поздно. Надо ехать к Михаилу. Я его уговорю. Ты знаешь, где он? Простите, у вас тут Полина Шлиман на гастролях. Ну, гипноз, где ее гримюрка? По коридору направо. Но, по-моему, все уже ушли. Скорая, быстро. Он там. Под гипноз. Под гипноз. У нас мало времени. Вставай. Толя, давай быстрее. Надо торопиться. Это мой талисман. Я с ним никогда не расстанусь. Ни при каких обстоятельствах. Если только меня убьют. Что? Что-то не так? Ты не Полина. Толя! Толя! Дети, ты Лапутина, пли меня! Я Лапутина, ты, что тебе не казалось! Узнаю брата Лапутина. Руки, ну! Руки! А как здесь оказались? На машине, Толя. На машине. Ты что, рехнулся совсем? Не-не, я в норме. Полинка как? Ну, как? Ранена серьезно. Хамзаю в больницу увез. Извините. День добрый. А где я могу увидеть Михаила? Пройдите через двор. Лисицын, теперь под стражей, да? Да. Лисицын, теперь под стражей, да? Ты сам видел, как его забирали? Да. И не попытался его убить? Нет. Я приехал, чтобы решить вопрос с Тихомировым. Вы должны снять вашу установку. А я думал, вы от Стаса приехали. Значит, еще поживу. Так вот, что означали слова. Мои грехи оставь мне. Михаил снял с тебя установку. Ты откуда знаешь? Ты сам сказал мне. Под гипнозом. Сейчас поедете со мной. И сами скажете Анатолию, что установки больше нет. Толя, прости меня. Ну? Ну ты что? Ты мне жизнь спасла. Чудо. Знаешь, как она мне помогла? Очень помогла. Честно, очень. Она мне тоже помогла. Ну? Линка, Полинка, все хорошо. Все будет хорошо. Ну, как она? Врач сказал, что самое страшное уже позади. Спасибо, что сняли с меня установку. Постой, а ты-то откуда узнал? А у меня свой источник информации. Секретный. Я хочу рассказать, что произошло в тот день с Глебом. Да я и сам вам могу об этом рассказать. Станислав не хотел давать деньги на новое дело, которое собирался начать вторущий Глеб. Из-за этого они повздорили. Станислав, ну вы знаете Станислава, очевидно потерял над собой контроль. На том берегу, где все это произошло, много камней, я там был. Вот одним из камней он и ударил Глеба по голове. И явно не один раз. Потом пришел в себя, испугался, скинул тело в реку. Сел в машину и уехал. Немного успокоившись, решил инсценировать несчастный случай. Только вот тело Глеба не внесло течению ему. Скорее всего, он зацепился одеждой за какую-то корягу. И вот тут появился отец Арсений. Я вот только одного понять не могу. Почему не пошли в милицию? Графа Монте-Кристо из себя изображали? Наталья этого не хотела. Он же убийца. А ты бы отправил собственного ребенка в тюрьму. Отец Арсений отвез Глеба в серпуха, в больницу. На берегу он нашел телефон Глеба. В списке номеров был номер со словами «мама». Мы приехали в больницу. Отец Арсений рассказал, что нашел Глеба в реке. И тут Наталья стал звонить Стасу и нести все это чушь. Что они с Глебом упали в реку с моста. Что Глеб был пьян. Сам сел за руль. Наталья не стала говорить Стасу, что Глеб жив. Потому что не хотела своими руками посылать сына в тюрьму. И не хотела, чтобы это делал кто-то другой. На это имел право только сам Глеб? Да. Она до последней минуты надеялась, что Глеб рано или поздно поправится. А врачи говорят, один шанс из ста. У него начались какие-то необратимые изменения в мозге. А я все еще надеюсь. Молюсь за него. У меня на этом свете было только три близких мне человека. Наталья, Глеб и его сын. Алешка. А этот душегуб уже и на мальчишку стал руку поднимать. Покушался на него. Боялся, что деньги Глеба после совершеннолетия Алешки он потеряет. Ну, я и... Прости меня, Анатолий. Да я на вас и не зержусь. Берегите. Алешку. Ну, слава богу, сейчас ничто не угрожает. Он может совершенно спокойно войти в дом своего отца. Алешка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok